Весна для цветочниц Весна для цветочки 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 работы девочек по тем мастер-классам, которые сегодня будут в предложении. Под видео есть ссылочка-баннер на предложение сегодняшней конференции, на те мастер-классы, которые можно будет приобрести со скидкой. По многим этим мастер-классам есть уже готовые работы девочек. И, ну, в принципе, даже от количества работ, ну, я не все нашла, но только вот какие попались, кстати, девочки, когда выкладываете в открытой группе свои работы, обязательно подписывайте еще название мастер-класса, потому что потом найти их на странице, их очень много, за день несколько работ приходит, и в конце концов они уходят далеко, а начинаешь, когда искать, нужно найти по какому-нибудь ключевому слову. И если его нет, то, к сожалению, не высвечивается. Все там пролистывать – это, конечно, очень-очень долго. Вот поэтому я сейчас хочу показать те работы, которые я нашла, и по их количеству вы сможете как раз определить, какая работа более сложная, за какую бояться браться и увидеть результат все-таки, что в результате получается. И те, которые в мастер-классы проще, сразу на них гораздо больше работ, на них гораздо больше девочек решаются, конечно. Итак, ну, давайте, наверное, сначала покажу свои работы, которые будут в сегодняшнем предложении. Я решила, что будут у меня сегодня такие картины, объемные картины, я обожаю вообще их делать, потому что не нужно делать целую композицию, можно сделать достаточно большую крупную картину, вот, например, как этого слона, то есть это от третьего формата картина, представляете, такого, если во всю величину делать, просто его даже ставить некуда, для выставки там куда-то, для украшения это, конечно, сделать можно, вот такое, чтобы для интерьера украшение было, то это, конечно, все-таки будет картина. У нас скоро будут еще огромные павлины, когда будет там полтора на метр двадцать, огромная картинища. Конечно, там тоже, если сделать таких павлинов, просто в настоящую величину поставить, я боюсь, их будет некуда. Вот. И подобные картины, я их назвала ожившими картинами, потому что то, что мы раньше видели в плоскости, оно оживает, и теперь вот такой слон, он выходит из картины. И, в принципе, такие работы еще и делать проще тем, что не нужно делать корпус. И все четыре ноги, обратите внимание, здесь всего одна нога, как раз никаких повторов, то, что я очень люблю, один хобот, одна нога, ну, два уха, ну, с ушами все гораздо проще. Очень интересно это выглядит на стене, когда же картина выходит из стены, и вот один из таких вариантов. Большой, огромный слон. Конечно, если бы... Мы уже делали когда-то его вживую, года три или четыре назад был маленький слоник, первый опыт обтяжки полной фигуры, целой фигуры одним куском фома. Вот. Ну, хотелось еще что-нибудь крупное попробовать. И еще один вариант картины, совсем в другом стиле, стиле на все работы я стараюсь абсолютно менять, потому что тоже хочется попробовать все в разных абсолютно техниках. И вот такая ретро-машина. Это часы на самом деле. Настенные часы, несмотря на то, что циферблатик совсем маленький, но сейчас стало очень модно делать часы не в классическом варианте. Даже там, чтобы цифер не было на циферблате, или чтобы как-то иначе выглядели совершенно часики. Вот. И это вот как раз один из таких вариантов. Здесь совсем маленькие. Это наручные часы на самом деле. Они вынимаются. Есть специальное приспособление, с которым я долго думала, как их оттуда вынимать. Я уже меняла батарейку. Они и хорошо держатся, и тем не менее можно их снимать. Ну и самое главное здесь, конечно, это вот такая вот машинка. Я увидела эту картинку в интернете. Естественно, в плоском варианте. Такая слегка она полуобъемная была. Но в объемном варианте это выглядит совсем иначе. И на стене это тоже сразу привлекает к себе внимание. Получаются вот такие очень оригинальные часики. Из работ попроще. Вот такую шкатулку, копилку я делала для своего малыша. Это копилка с подсветочкой. И тоже было очень много копилок у девочек. Но на страничке, к сожалению, это тоже достаточно давно, по-моему, в феврале был этот мастер-класс. И не все работы я смогла на рыбок найти. Но вся прелесть этого мастер-класса в том, что, во-первых, эти рыбешки, которых делаешь, они делаются за 5 минут буквально. Но из простого кусочка фома они очень быстро превращаются в очень реалистичных рыбок. И вместе с малышом мы их потом здесь распределяли среди этих водорослей. Ну и самая большая такая фишка у этой копилки, как раз нужно было придумать, как туда опускать денежки. Здесь у нас, ну, кто-то делал сама, чтобы широкая была морда. У меня тоже карасик или как назвать эту рыбку, это не важно. И монетки. Здесь малыш мне сегодня закидывали. Во-первых, вот так выглядит рыбка. То есть она практически целая. Крышка закрывается. И монетки закидываются ей в рот, и они попадают внутрь копилочки. Копилка с подсветкой. Это тоже особый интерес вызывает у детей. Но подсветка не мешает. То есть монетки отделены от подсветки. Тоже здесь продумывала инженерную конструкцию, безусловно. Нужно было сделать так, чтобы когда монетки попадают, чтобы, естественно, гирлянда при этом не трогалась. Гирлянда на батарейках. И спокойно у нас отдельный отсек, отделенный от батарейки. Вот такая милая штучка. Дети обожают. Девочки тоже прописал отзывы, кому дарили и внукам, и детям этих рыбок. Для детей это огромный восторг, когда они получают такой подобный подарок. Тем более, что когда они еще близко знают того человека, который для них этот подарок сделал. Это большой предмет гордости. Для деток. Еще один вариант, тоже скорее для детей. Для детей, для подростков. Это яйца. Яйца с глазом дракона. Причем я тоже заметила, что когда делают заказ, есть девочки, которые четко идут только на красивые, ажурные, блестящие яйца. Вот тоже по ним. Есть еще один мастер-класс. Сейчас я эти яйца покажу. Кто-то уходит конкретно только на драконии. Это два разных совсем типа творчества. А многие очень покупают все сразу комплектом. Поэтому я решила комплектом поставить эти мастер-классы тоже. И как раз мне в подарок пойдет еще один бесплатный мастер-класс, который, вернее, он был платный мастер-класс, закрытый мастер-класс, который я тоже проводила, где мы делали ажурные яйца. Вот такие. Вот такое у нас было белое яичко. И что мы там еще на... Не помню, какое еще яйцо мы делали на этом мастер-классе. Вот, ну, яйца с подсветкой. А, корзинку. Корзинку у меня Дианка унесла. Еще корзинка с тюльпанчиками. На фотографии вы сможете посмотреть. Засвечивает, да, не видно ничего. На камере, на фотографии можно будет посмотреть. Там бабочка внутри. И в этой технике можно будет делать и вот по подобному плану яйца. То есть это я уже все буду рассказывать. Как раз на том закрытом мастер-классе, который пойдет в подарок к гнезду дракона и к ажурным яйцам. Ажурные яйца совсем другая тема, но делаются они тоже достаточно оригинально. Ну, девочки писали, что не у всех получается довольно просто. Я всегда говорю про то, что просто. Но, в принципе, за вечер спокойно у меня получалось 2-3 яйца сделать. Здесь можно и с сеточкой поработать. Здесь сеточка в клеточку, чуть-чуть другая. С ажурными, варианты ажурных яиц. Не положила я... А, я их в курочку убрала. Ажурные яйца могут быть и прозрачными, и непрозрачными. То есть, ну, в принципе, в этом комплекте вы сможете сделать абсолютно все варианты. Все, что я успела за это время попробовать. И как каждое яйцо, оно чем-то по-своему отличается. Какая-то есть своя особенность. Ну, в принципе, на мой взгляд, это овладение всем дает вам право все, что вы задумали, все реализовать. Если до этого было достаточно сложно для меня придумать, как сделать такой жесткий каркас, чтобы он как раз был не хрупким, и как делать все вот эти вырезы, оказалось, что техника достаточно простая, доступная абсолютно всем. А тут уже разные узоры можно будет поделать. Ну, а гнездо дракона здесь у нас яйцо с глазом, и я сделала его подставкой для ручек карандашей, ну, а здесь для маленьких записочек для бумажек. И еще одна очень полезная сейчас актуальная вещь – это маленькая курочка. У меня есть мастер-класс по большой курице, тоже ему два или три года. Ну, я решила в этом году показать, как все-таки сделать еще и маленькую. Ее, конечно, гораздо проще сделать. Здесь и перьев меньше, и работа во многом упрощена. Вот, ну, такой сувенир будет как раз актуален для Пасхи. Очень мило смотрятся такие курочки. Конечно, понятно, что это с настоящей не перепутать. Вот, но, тем не менее, работа выглядит очень оригинально. И, в принципе, я ее планировала таким образом. В гнездо садится курочка, здесь будут перепелиные яички раскрашенные, а сверху ставится Пасха. Вот, ну, мы с девочками потом посмотрели, и многие так тоже начали фотографировать, по крайней мере, еще на пасхальном столе не видела, как будут украшать. Курочку можно сверху, а вниз положить как раз раскрашенные яйца, да, вот сюда уже потом сложить и сделать такое гнездо из яиц. Тоже будет очень интересный вариант. Ну, вот эти как раз яйца, курица, это то, что могут делать абсолютно спокойно даже начинающие. С перьями никаких проблем нет. Будет проблема только с клювом, с которым придется, скорее всего, повозиться, если этого еще никогда не делали. Ну, в каждом мастер-классе есть схемы и все пропорции. Все я буду рассказывать, как все это соблюдать. И я хотела показать как раз экранчик. Сейчас, минутку, я попытаюсь это сделать. Вот так. Давайте я вот так вот поделюсь, чтобы точно все видели. И вот как вы смотрите, как раз курочки. Сверху у меня подписаны фамилии. Вот Аня Санникова. Так, сейчас вот так вот буду прокручивать. Тамара Кротова. Это все вот курочки, которых я показывала. Маленькие курочки. Светлана Толочная. Светлана Давиденко. Смотрите, какая красотка. У Светланы уже давно аккуратные работы. Кто-то работает уже очень давно, а кто-то только начинает. В принципе, получается у всех в целом, да, как минимум все своей работой довольны. Это точно. Ну, а дальше уже пойдет оттачивание техник. Это уже дело времени. Наталья. Красивые. Перышки у всех идеальные. С носиками кому-то еще нужно будет подработать, но все равно уже видно все. Это курочка, уже точно ни с кем не перепутаешь. И, как видите, очень многие делали по две. Вот у Ирины и три курочки появилось. Целый-целый свой. Вот Елена Мулеван, кстати, тоже впервые занялась этой техникой. Первая была курочка. Курочка у Веры, у Венеры. Вот такие красавицы. Так, что еще хотела показать? Ну, давайте вот по яйцам тоже то, что простое. Сейчас, секунду. Где у меня тут? Нет, не в том приложении у меня, по-моему, открывает. Ай, вообще зависла. Нет, не то хочу. Вот, вот это хочу. У меня 10-й Windows. Это очень... Не во всем удобно. Эти умные компьютерщики. Так, это у нас, по-моему, Вера Трифилова. Да, вот тоже подписи будут сверху. Чьи работы... Вот как раз про которую корзиночку я говорила, которую у меня Дианка забрала к себе. То, что мы делали на закрытом мастер-классе. Вот тоже веренное яичко. Вот то, что у меня белое яйцо. То, что я показывала, вот оно такое. С бабочкой внутри. И все девочки, как видите, использовали и разные техники, и разные узоры. Вот дальше можно уже фантазировать по своему желанию. Я все яйца вместе собрала в одну корзину. Вот у Галины яйцо дракона. Лена сделала. Вот еще Лены с подсветочкой. Вот такая бабочка. И с блестящим фомом, и с простым фомом. И раскрашивали. И по-разному. Вот и Лена Комиссарова сразу с драконом сделала. Яйца дракона, кстати, очень хорошо тоже будут смотреться. Большой дракон еще есть у меня мастер-класс. Там, где светильник. Вот можно его сделать вокруг такого гнезда. Вот такие целые коллекции. И по-разному теперь можно использовать эти техники. Вот очень классные получаются наши яички. Смотрите, разные абсолютно узоры. И с наложенными элементами, и с вырезанными, и с украшениями. И внутри. Очень интересная идея у Ларисы. И внутри яйца можно теперь что-то ставить. Подсветочка у нас на батарейках, свечки на батарейках. У кого есть фикс-прайс, в фикс-прайсе можно купить, на Алиэкспрессе они есть. С ними просто очень удобно. Сразу готовые и очень красиво получается. Надежда коллекцию свою сделала. Наталья, видите, свои узоры повырезала. Совсем другие. И очень классно смотрится. Красивое сочетание с серебряным, с фиолетовым. У Ольги такие очень весенние яйца. Красивые. Дракончики. Они для кого-то кажутся жуткими, для кого-то наоборот. Они более притягательные. Причем говорю о двух разных совсем уровнях, вернее не уровнях, а направлениях рукодельниц. Для кого-то дракон это ужас, как ты это делаешь. Страшно небось. А для кого-то наоборот. Это очень интересно, прикольная тема. А кто-то больше чисто в красоту. Но есть те, которые универсалки, как и я. Которые туда и сюда, и то, и другое. Все интересно попробовать. Я люблю все. И страшненькое, и красивенькое. Чтобы все-все было. Это на корзиночка. Так, а это похоже, это мое. Да, это мой дракон. А, и мои яйца тоже сюда вставила. За то, как они выглядят с подсветкой. Так, а вот эти, конечно, самые интересные. Их, видите, немного этих работ. Вот по ретро. Это что, я каждый раз должна буду выбирать? Ну ладно. Просто рекламка постоянно в этом просмотровике выскакивает. Она меня раздражает. Но не обращайте на нее внимания. Вот смотрите, Татьяна Щербакова и картина. Классно очень смотрится. Еще так оттонировала, чтобы четко были видны все детали. У Светланы Калашник. Вот такой автомобиль. Четкая фактура везде. Обожаю такие фактурные вещи. У Ольга Косова. Тоже с фактурой поработала. Вот на стене как смотрится. Анна Блок. Такая ретро-машинка. Вот их немного, но классные. По слону. Тоже вот эта сложная тема. Но смотрите, как с ней девочки справились. Катерина Мазяева. Тамара Кротова. Некоторые еще просто фотографируют, когда там тут чуть темнее фотография, тут чуть светлее. Но, к сожалению, не обладаем мы все профессиональной техникой для этого. Но смысл можно понять, насколько такие грандиозные вещи получаются. И фактуры, и слон. Как минимум, очень-очень оригинально. Лилиана тоже, по-моему, впервые пробовала делать такую подобную работу. И по рыбкам. Ну вот, мало, к сожалению, нашла, потому что было их очень-очень много рыбок. Но девчонки не называют. Название мастер-класса не пишут. Не всех нашла, но знаете. Рыбешки. Со всех сторон. И вот как раз подсветка, когда ее, кстати, можно не только желтую, можно синюю, зеленую какую-нибудь сделать подсветку. Можно, вот с проводом идет у Лены. У меня на батарейках, можно от сети. Вот такие, смотрите, какие они почти настоящие рыбки. А делается достаточно быстро. Такие рыбешки. И смотрится оригинально. Ну вот. Похвасталась я вам работами, которые сделали девочки. Ольга пишет, да, я долго клюв делала, саму курочку быстро сделала, с клювом повозилась. Да, там есть мелочи. В каждой работе есть какие-нибудь, какая-нибудь мелочевочка, которую нужно оттачивать и отрабатывать. Но так всегда. Чтобы сделать какую-нибудь, на самом деле, шикарную работу, приходится что-то для этого, потратить какое-то для этого время. Не всем сразу это удается. Ну что же, все. Теперь давайте перейдем к сегодняшнему мастер-классу. И будем заниматься фактурой, которую тоже я уже сказала в самом начале. Я буду только давать сами принципы работы. То есть мы что-то сделаем, какую-то картинку получим, но куда потом применять подобные вещи? Я думаю, что ваша фантазия должна сама вам подсказать. Я переключаюсь на стол. Так, меня видно. Сейчас нужно какую-нибудь белую бумажечку положить, ему, чтобы он... Нормальный цвет. Ольга пишет, Танюша, гений. Спасибо. Очень-очень приятно такое слышать. Хоть ты еще раз услышишь, что ты молодец, все равно будет приятно. Так, ну что, смотрите. Тот рисунок, который я давала для образца, он очень-очень фактурный. И самое интересное в нем – это фон, который на самом деле сделать достаточно просто. Этот фон на картинке похож на вафельку. И раньше мы с вами пробовали уже из гипса это делать. Да, не из гипса, а для лепки. Пластилины самозастывающие и тому подобное. Есть способ сделать это гораздо проще. И выглядит он вот так. Чтобы сделать молдик, нужен просто кусочек пеноплекса. Причем неважно, какой толщины. Здесь толщина совершенно не играет никакой роли. Важна только площадь, которая будет заполняться рисунком. Лучше делать такую, на что хватает две руки. Потому что мы будем разогревать фон и прижимать его к этой фактурке. И то, что не попадет, даже если разогрето, то, к сожалению, не отпечатается. Поэтому, в принципе, вот такого под две ладошки будет уже достаточно. Но я специально оставила еще пустой кусочек, для того, чтобы показать, как это делается. Я думаю, что многие уже поняли и догадались. Нужен выжигатель с тонким носиком. И аккуратненько им нужно нарисовать фактуру. Причем это может быть не только фактура вафелькой. Помните, мы делали одно из платьев для большеглазиков. И там я имитировала вязку. Как будто вязанное платье. Вот эти узорчики, которые идут косичками. Вот их точно таким же способом можно сделать. Единственное, что когда носик у выжигателя или у паяльника толстый, то нужно взять проволочку. Вот такая штучка. Она скручена из простой проволоки. Вот она проволока была. То, что я накрутила на штыречек и оставила кончик. В два раза его согнула. Вот этим тонким кончиком можно делать более тонкие линии. Потому что иногда выжигатель просто прожигает. Он прожигает очень сильно. Когда нужно сделать какую-нибудь толстую фактуру, то это хорошо. Что такое? Почему у меня камера дрожит? Я вроде ее не трогаю. Вот. И для тоненьких линий как раз вот я сейчас надела. Проволочка начинает нагреваться. Нужно еще немножко подождать. И она будет очень хорошо. Точно так же она будет прожигать форму. Ну, когда она горячей совсем будет. Сейчас она еще пока не нагрелась. Сейчас надо дать ей время. Так. Ну, я в любом случае сейчас ждать не буду. Потому что можно и таким кончиком маленьким. Просто если у вас только паяльник и нет выжигателя, то тогда без такого кончика не обойтись. Без такой насадочки. Вот. Ну, можно вполне приноровиться делать эти линии тоненьким носиком выжигателя. В общем, нам не важно, что это будет. Выжигатель, паяльник. Меня иногда спрашивают, не использую ли я какой-нибудь специальный паяльник для фома. Для фома вообще не существует никаких специальных приспособлений или специальных клеев. Если кто-то вам говорит, что есть что-то специально для фома, то это просто маркетинговый ход, чтобы взять побольше денег. Все самые лучшие инструменты продаются в строительных магазинах. Поэтому это мои любимые магазины. Я их люблю больше, чем творческие. В творческих такая же баночка краски или чего-нибудь, она будет стоить в разы дороже. В строительном все гораздо проще. Поэтому акриловую краску, акриловые лаки я все беру в строительном. Ну и плюс всякие бултики, зажигатели и тому подобное. И проволока на строительном рынке, она гораздо дешевле, чем в рукодельном магазине. Так что рекомендую обратить на них внимание. Итак, все, вот я рисую вафельки. И у нас получается очень жесткая фактура. Как раз получается молд, который прекрасно подходит для того, чтобы работать с фомом. Потому что от горячего пеноплекс горит и становится жестким. Можно то же самое делать на пенопласте. Если есть даже пенопластовые шарики, они тоже прекрасно опаляются выжигателем. Но единственное, что из шарика нужно тогда спилить, выпилить какую-нибудь ровненькую площадку. Потому что, конечно, нам нужна какая-нибудь ровная поверхность. Естественно, будет плавиться, естественно, будет идти запах. И дым сейчас вы видите. Это кусочки пеноплекса, которые прилипли. Ну, не нужно работать по нескольку часов, выжигая пеноплекс. И проветривайте помещение, и все будет хорошо. Так что за свое здоровье я уже не переживаю. Первый раз, когда это делала, машинки мы с Никиткой выжигали. Мне казалось, что очень сильно воняет. Потом, вот сейчас принюхалась, и как-то уже спокойно абсолютно такие вещи не раздражают. Даже муж уже, в принципе, первый раз, когда он заходил, ну, сказал, что у тебя здесь происходит. Почему такая вонь? А теперь иногда я тут сижу в зубточке, что-то поделаю пеноплексом. Он заходит, я так тихо-тихо, молча. А он даже ничего не говорит, что уже не чувствует. Как-то вот все очень быстро к этому привыкли. Итак, значит, ну, какой узор нанесете, вот тот и будет отпечатываться. Поэтому с ним нужно просто подумать, что лучше сделать, какой узор именно вам нужен. Ну, принцип вот такой, как видите, очень простой, да, буквально за минутки. Теперь давайте поговорим о том, чем можно, какой фон лучше использовать для того, чтобы делать эти отпечатки. Сейчас я пока... Ну, что у меня тут? Ох ты, у меня... Перед мастер-классом, я думала, включила клей. Оказывается, я его отключила. Можно использовать фон и 2 миллиметра, и миллиметр. Ну, во-первых, миллиметровые фомы разных производителей. Я, честно, не подмечаю, какие, потому что и иранские, и китайские, и корейские, и турецкие. Все что угодно можно быть. Может быть, я обычно покупаю самый дешевый фом. Но даже фом разных цветов, он может себя вести по-разному. Какой-то фом бывает пожестче, какой-то бывает очень мягким. И здесь проблема только в чем. Когда мы обжигаем миллиметровый фом, он очень сильно подсаживается. Есть некоторые цвета, которые садятся очень сильно. Вот сейчас я даже вот этот для сравнения возьму. Тоже иранский. Ну, обычно иранский он пожестче. Китайский он помягче, поэластичнее. Я его даже больше люблю. Но обычно иранский потверже. Но тем не менее, вот их два, например, фомок. Смотрите, насколько сильно они будут сейчас... По-разному они будут сжиматься. Я разогреваю кусочек. Вот этот желтый, например, у меня форму почти... Он поджимается, естественно, но форму почти не меняет. Вот я его разогрела и разогретым местом я прикладываю. Отпечаток лучше получается с той стороны, которая прижата к нашему молду, естественно. Но там узорчик уже будет другой. Тот, который нанесен. Выпуклая сторона будет сверху. Но можно использовать и тот, и другой. Единственное, для чего их потом использовать, это что-то прямое. То есть как раз для фонов или там, где не нужно потом ничего будет греть. То есть какие-то простые будут формы. Тогда можно вполне этим пользоваться. Потому что если мы снова разогреем, или фен сюда попадет, любой горячий воздух, он снова выравнивает эту поверхность. Вот поэтому вот такие кусочки. Когда мы переходим к следующему куску, то есть большой кусок нам нужно сделать фактурным. Естественно, на все у нас сразу... Я тут, правда, маленький беру, но тем не менее. На все сразу рук не хватит. Вот насколько там хватает, как мы делаем. Следующий кусок остается. То есть вот этот кусочек. Я его прогреваю просто еще чуточку дальше. И так же его прикладываю. Да, не нужно выбирать какие-нибудь очень четкие. Если прям нужно ровно и четко сделать какой-нибудь узор, такие лучше не выбирать. Нужно такие, чтобы где-то свернутая линия, не очень ровная, чтобы она тоже нормально так все смотрелась. То есть никаких-то там идеальных геометрических фигур выбирать не нужно, чтобы себе облегчить задачу. Потому что ну где-то положили, где-то чуть-чуть свернули, где-то не так повернули. Вот линия у меня здесь теперь раз и немножко вбок пошла. Это должно смотреться нормально и сразу заранее это продумываем просто. Ну и получается фактурка. Вафелька с одной стороны, вафелька с другой. Вот, второй вот этот, он даже на ощупь у меня такой помягче. И я его когда делала, он прям очень сильно сжимается. И нужно тогда сразу, когда вырезаете кусочек, который вы будете делать, нужно сразу учитывать, что он еще сожмется, поэтому нужно побольше кусочек брать, а потом он просто чисто при нагревании. Вот они, естественно, они поджимаются. Если делать для дракона, Валентина, здесь нужно быть осторожней, то есть для дракона можно будет вырезать какие-то куски, которые делаете будете как аппликацию. Потому что если вы начнете его обтягивать, обтянуть прямую линию можно. Я уже тоже, когда мы еще даже на гипсах на этих делали, молды, тоже думала про эти фактуры. Но все дело в том, что когда начинаешь какую-то фигурку обтягивать, то появляются складки. Утянуть ее нельзя, растягивать этот фом нельзя уже. А начинаются где-то повороты, убрать эти складки тоже феном воспользоваться нельзя. Поэтому использовать их можно только на те кусочки, которые там где-то, ну вот на дракона как раз там же можно какие-нибудь щитки сделать, что-то вот такое. То, что прямое, то, что тянуть не нужно. И потом ни в коем случае, когда феном сверху мы потом любим пройти, обработать, вот этого делать не нужно, иначе вся ваша фактура просто выпрямится. И двухмиллиметровый фон. Я его, в принципе, больше люблю для фактуры, потому что когда его начинаешь разогревать, он не меняет формы практически. Остается без изменений. Получается очень легко. И он для фона как раз подходит идеально, потому что он не изгибается. Если вот эти куски, они начинают изгибаться, перегибаться, их на фон потом приклеивать. Вот я там у себя сделала уже кусочек, потом покажу. Нужно расправлять, растягивать. То двухмиллиметровый он форму практически не меняет. Он сверху, конечно, он пропечатывается хуже. Это не по сравнению. Здесь, кстати, еще хорошо пропечатывалось. Но чаще всего на больших кусках, когда дальше идете, все равно будет. Ну вот так вот слабенько, как здесь. Это я тут где хорошо прижала пальцем, где смогла, там получилось. Но он очень классную фактуру оставляет внутри. И эту фактуру как раз на двухмиллиметровом фоме я тоже, помните, когда-то как раз делали мы черепах. Семейство черепашек. И я первый раз тогда делала панцирь. И фактурку, которую там я наносила на гипсе, отпечатывала на двухмиллиметровом фоме. Фактура сохранилась до сих пор. Мастер-классу больше двух лет. И этим черепахам тоже. И фактура все еще как настоящая. Получается вот здесь достаточно глубокий. Мне вот эти рельефы на двухмиллиметровом фоме нравится на самом деле больше. Они глубже, четче. Поэтому, в принципе, я рекомендую больше для фона особенно использовать все-таки двухмиллиметровый фон. Ну, а я тут уже позаботилась о том, чтобы в эфире не делать. И сделала рельеф на миллиметровом фоме. Видите, да, что он как раз вот он весь немножко изогнутый. И я рекомендую его приклеивать с помощью клея титан. Ну, или какой-нибудь любой резиновый клей. Тут девочки показали еще. Акриловый клей бывает. Клей без запаха. Любой клей, который клеит резину. Единственный недостаток, в отличие от горячего клея, сразу этот клей не приклеит. Нужно намазать, нужно подождать, когда высохнет. И идеально он приклеится только через... После ночи, ночь постояв. Потому что я тут даже приклеивала еще за час до мастер-класса. Я еще до сих пор могу оторвать. Я даже кусок специально оторвала, чтобы при вас еще намазать. Вот, и нужно немножко подождать, чтобы он начал склеиваться. Сразу склеивать не будет. Вот, потом он будет очень долго высыхать. Потому что не пропускает воздух этот материал. Поэтому, естественно... Ну, за ночь просохнет. За ночь пристынет намертво. Но пусть пока подсыхает. Давайте займемся следующим. Есть еще такая возможность поделать эти прожилочки. Вернее, как называются у одуванчиков? Вот эти стебелечки. У нас с вами вот эти вот палочки. Которые потом отлетают. Парашютики-то вот. Вот. Для того, чтобы сделать фактуру вот этих парашютиков, есть тоже разные варианты. Потому что можно и выжигателем здесь попробовать делать. Можно тоже попробовать сделать отпечаток на вот таком молдике. Вот. А я предлагаю еще один вариант попробовать. Так что для разнообразия. лучше всего, проще просто будет работать, если это будет двухмиллиметровый фон. Но не принципиально. Можно и миллиметровых тоже посклеивать. Просто тоньше будут эти стерженьки. Ну, в принципе, просто дольше склеивать. Так разницы особо никакой. С двухмиллиметровым быстрее. Значит, смотрите. Ширина этих полосок должна быть такой вот, как диаметр нашего одуванчика. Я там дала несколько вариантов схемок. Потому что мало ли какую картинку вы соберетесь делать. И высота одной из половинок это как раз высота, ширина нашей полоски. Длина может быть любой. Сейчас увидите, что я делаю. И потом уже сориентируюсь. Такая, чтобы проще было склеивать. Вот все, что нужно. И склеиваю их в несколько слоев. Лучше всего горячим клеем. Но я уже тоже пробовала и делала такие варианты с клеем титан. Ну, тоже нужно их просто положить тогда под пресс и подождать, пока они застынут. Все, все возможно. Все дело только во времени. Насколько вы им располагаете. Хорошенько промазываю. Ой, все промазала. Зарапортовалась. Это не то. Это то, что мы будем делать потом на рамочку. Где у меня еще кусочки? Сейчас я еще несколько подрежу. Потому что я сначала думала про то, чтобы полностью проклеивать. Потом поняла, что для цветка нужно сделать чуть-чуть иначе. Сейчас все покажу. Итак, склеивать мы будем только по низу. По низу, ну, на сантиметр приблизительно будет достаточно. Не полностью, не все. Ну, сильно большую стопку делать не стоит, ее потом разрезать будет сложнее. 4-5 нормально будет. Вот они, стерженечки, которые будут у меня на картинке. Что мне нужно сделать? Это нужно их срезать. Ну, по толщине как можно тоньше, конечно, чтобы они просто сильно от картинки не выпирали. Вот таким образом мы их будем нарезать и складывать, приклеивать веером. У нас будет получаться фактурка. Все, нарезаем тоненько. У меня там титан уже, наверное, застыл. И вот почему я не люблю клеи, которые нужно ждать, потому что потом чем-то другим увлечешься. И я обычно пропускаю то время, когда они клеят. Приходится заново потом повторять все. Сколько нужно будет сделать? Сейчас посмотрим. Доклеить никогда не поздно. Итак, вот много таких штучек я сделала. Так, фон. Нормально. Миллиметровый фон приходится немножко натягивать, когда приклеиваешь, для того, чтобы выровнять. Причем еще потом тоже нужно будет в процессе нужно будет сначала вообще дождаться, когда все это высохнет, только потом клеить сверху одуванчики. В процессе тоже он будет где-то опять поджиматься, нужно его будет растягивать. До тех пор, пока клей не высох, придется о фоне позаботиться, чтобы он гладенько застыл. Но зато вот такая фактурка интересная получается. Так, ну, я приклеиваю на обложку блокнота, буду делать, да. У меня, кстати, был зелененький, но то, что-то перед мастер-классом не нашла, поэтому такой голубой у меня появился. Потом уже подумала о том, что, в принципе, можно было и фон тоже делать голубым, потому что не обязательно на бежевом. Вот, ну, я люблю такие монохромные вещи. Вот, но здесь вполне бледно-голубой одуванчик, тоже будет очень красиво смотреться, и бледно-желтенький какой-нибудь там солнечный денек, чтобы был. Так что, тут смотрите сами, фантазируйте. И, конечно, хорошо, когда фон будет более-менее сочетаться с самой обложкой, да, если мы на блокнот все-таки делаем. Но это может быть картинка. На плотный картончик можно все это наклеить. Это может быть магнитик. Можно даже просто сам одуванчик сделать магнитиком. Вы сейчас увидите, начнем, когда делать, там, в центр одуванчика можно поставить магнитик, и вот он сам по себе такой ажурненький, конечно будет магнит, но можно сделать. У меня даже была мысль о том, что можно какие-нибудь использовать для большой плакат, секунду, для магнитного театра с детьми на третьем формате можно его на большую картонку выложить, ну, виниловые магнитики, у всех же, наверное, там и в рекламке отдают, и просто так собирают. Можно прямо этими виниловыми магнитами заклеить всю поверхность картона, чтобы потом вся поверхность магнитилась. Либо продается виниловый магнит в рулончиках, можно его сразу тогда целиком вообще не мучиться. Сверху закрыть фоном и сделать как раз много разных плоских аппликационных там и зверюшек, и цветочков, в том числе и вот этот одуванчик, которые можно потом переставлять на этой картинке, с детьми собирать такие различные аппликации. Потому что знаю, что девочки и бизи-борды делают, развивашки для детей, то есть тоже как вариант и фон сделать тоже как раз такой фактурный. Это будет уже очень интересно. Потом мы сюда рамочку окончу придумаем. Это ладно. Ну, а сейчас я выкладываю свой одуванчик. Посмотрю примерно где он у меня будет расти. Ну, у вас схемка есть, вы можете приложить спокойно то, вырезать то, что по размеру подходит. Я тут без схемки это делаю. Немножко сдвинуть, чтобы не совсем по центру он должен быть куда-нибудь сдвинут в сторонку. здесь пускай будет. Все. Наклеиваю центр. Единственное, всегда под рукой должна быть вода. Потому что сейчас будет очень много вылазить клея. И чтобы он не размазывался и не вылазил. нужно обязательно сначала смочить палец прежде чем прижимать. И делаем веерочек. Ольга спрашивает, что лучше паяльник или выжигатель? На мой взгляд это выжигатель. Выжигатель с тонким носиком. Ну просто я им пользуюсь. Мне очень нравится. Они очень недорогие. Рублей за 300-500 вполне можно найти выжигатель, который будет потом... Не нужен какой-нибудь заумный. Не нужно чтобы у него чего-нибудь было. Вот такие насадочки главное, чтобы были. потому что я свой на распродаже покупала за 300 рублей. И все насадки, которые там еще были, у меня сохранилась единственная с тоненьким носиком. Я только ее всегда использую. Ею можно и дырочки делать, и прожигать чего хочешь. И плюс вот придумала когда с этой насадочкой из проволоки так он совсем стал универсальным. Вот как видите при такой наклейке понимаешь, что сильно толстыми нарезать эти слои не нужно. Как можно тоньше. Чем тоньше они будут, тем удобнее будет потом работать. Потому что кое-что придется даже мне подрезать. То, что не получилось тоненьким сделать. их приходится накладывать здесь друг на дружку и лишней толщины не было. А если делаете одуванчик магнитиком, то нужна какая-нибудь кругленькая основочка, на которую все это будет клеиться. Основка, потом магнитик, и потом сверху уже все это можно лепить. И вот вам магнит. можно было бы и по одной конечно каждую из этих штучек прилеплять, но я всегда за то, чтобы проще все делать, проще и быстрее, чем каждую штучку смазывать. проще это сделать сразу оптом. Так, если какие-то толстоватые, то можно вот на этом даже этапе спокойно взять и ножничками их подчикать. Ну, сразу потоньше постараться нарезать и все. теперь мне нужны концы все приклеить и распределить их примерно равномерно. Здесь тоже с водичкой рекомендую это делать. распределяем почти всю поверхность мы заполнили. Если где-то нужно, то еще можно по одной штучке поподклеивать, это никогда не поздно сделать. Сейчас я снова выжигатель включу. Немножко еще пофактурим. Так. пока он разогревается, займемся тем, что у нас будет серединкой. Тоже есть такой момент. Думаю, что проще всего это сделать из фольги. Она как раз и мягенькая. я хочу попробовать сделать одну фактурку. что у нас на картинке как раз всякие маленькие точечки. На пластике делать это проще. На глине из чего там было слеплено. На фоме нужно все-таки фактурку зафиксировать. Я подумала о таком способе сейчас показываю. во-первых сейчас мне нужно обтянуть этот шарик. Он толстенький. Пока я его не сжимала очень плотно. 5 миллиметров толщиной. Он не сильно плотный. Не плотно сжат. Проклеиваю всю фактурочку. Заворачиваю припуски внутрь. Так. Так. сейчас хочу попробовать сделать вот такое приспособление. Мне нужно что-то чем я могу за один удар сделать очень много углублений. Я думаю что здесь может мне помочь такая штучка. Не знаю еще не пробовала. сейчас посмотрим сработает или нет. Потому что можно эти углубления наносить по одному. надо еще удерживать все. Хотела сразу там надо их держать чтобы не разлетать. что можно взять бульку где-то не очень большую большую маленьким шарик подавить дырочки поделать. И в принципе вот они остаются то есть все есть. И так можно все истыкать. Но хочу сейчас еще одну попробовать. Не знаю получится или нет. Здесь конечно для такой маленькой штучки я бы не стала еще заниматься какими-то приспособлениями. Просто я с надеждой что они потом мне на что-нибудь еще пригодятся. Так теперь это надо все чем-нибудь связать. Сделать такую стопочку. Понимаете да? я хочу потом вот этим инструментом за один раз попробовать сделать. можно каким-нибудь малярным скотчем например связать. Я хотела попробовать сама сделать. А знаете что нужно потом наверное откусывать лучше. Лучше их сначала соединить а потом откусывать чем потом выравнивать. Я думала сделать сначала это устройство а потом теоретически рассказать но проще проще показать сразу. вот такая штучка так так ну 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 теперь мне ее нужно разогреть потому что на разогретом фоме ну только что мы тут пробовали да на разогретом лучше получается отпечаток надо чем-нибудь придержать так все сразу приготовлю чтобы было интересно сейчас что там получится очень интересная получилась фактурка вся такая корявенькая ну для серединки она тут конечно тоже подойдет но сам факт просто не получается таких какие-то очень очень миленькие неровности интересно надо будет потом для чего-нибудь это попробовать даже как-то побольше прям такую вязаночку сделать чтобы разогревать большую поверхность и сразу джик пресиком так прям сверху придавить будет вот такая так ладно это я потом буду думать это не сейчас так ну и в данный момент точечки еще и булечкой поставлю все вот она серединка с точечками корявенькая все как надо немножко шапочка ее выгну вот она у нас серединка так пока я в сторону у меня нагрелся выжигатель и я хочу просто по этим полосочкам всем пройтись выжигателем немножко их погреть искривить сделать не такими ровненькими аккуратненькими а полить краешки шипит потому что здесь воды налила между полосочками прохожу выжигателями выжигателем это не обязательно очень многое то что я показываю это не вот прям обязательно к использованию да что что-то делаем что-то просто на будущее для себя отмечаем я очень-очень люблю экспериментировать с такими вещами даже там где не надо чтобы просто посмотреть как это работает то что пока не увидишь своими глазами пока не сделаешь своими руками дальше не сдвинешься и представить себе надо тебе это или нет представить можешь только тогда когда попробуешь увидишь что получилось и тогда становится понятно я первый кукол когда начинала делать я всегда еще перед глазами у себя обязательно их оставляла чтобы потому что когда еще не помнишь и не понимаешь как оно все работает тут куколка одна потом обтягиваешь она по-другому выглядит но для того чтобы помнить я их ставила перед глазами разными способами сделанные поначалу сначала удержать все в голове конечно сложновато но потом входишь во вкус вот такая немножко затонировалась как раз беленький превратился чуть-чуть в беженький фон всегда изменяет цвет при обжиге иногда я это использую как раз для того чтобы не тонировать вместо тонировки на коричневом темно-коричневые пятна появляются там красиво дерево можно делать кстати вот такой фактурой как я сегодня показала на пеноплексе можно сделать фактуру дерева если тоже какие-нибудь достаточно прямые куски или рамку какую-нибудь сделать на фотографиях все это можно сделать выжигая на пеноплексе так теперь есть еще вот такие штучки типа листиков лепесточков маленьких которые выходят из серединки ну у нас же такой немножко он декоративный одуванчик вот такие есть листики прямо из центра я ориентируюсь на картинку она мне очень нравится поэтому пытаюсь просто сделать какие-то подобные вещички вот но эти листики они кривенькие и фактурные сейчас я покажу как мы их будем делать фактурка в них есть смотрите нужно взять кусочек миллиметрового коричневого фома отрезать его по высоте ну вот какой длины мне лепесточек нужен пусть будет там сантиметр полтора нарезать полосочку бахромой почти дорезаю до конца немножко сворачиваем тут хватит наверное так вот двухсантиметрового кусочка хватит так свободненько сворачиваем и перекручиваем и перекручиваем сразу руками зафиксировать будет очень сложно поэтому закрутила феном поддула и закрутила снова фон фиксируется только если он был в разогретом состоянии все остальное только будет слегка а вот если он разогрелся то все и потом я его даже могу раскручивать он все равно будет уже закучерявлен и мне остается только теперь уже его в свободном в свободном виде немножко распушая как бы его докрутить кончик снизу меня попухлее посвободнее а кончик я докручиваю склеиваю чтобы клей не пропечатался и не остался влажными руками он тогда будет прозрачным и кончик срезаю вот такой листочек плоховато наверное видно сами когда сделаете посмотрите у него как раз очень хорошо видна вся фактурка он состоит весь из тоненьких полосочек и они создают фактурку наверное лучше посветлее какой-нибудь сейчас я возьму оттеночек чтобы вам виднее было давайте вот на таком еще раз покажу кусочек греем и закручиваем чуть под раскрутила и теперь только кончики кончики смазываем можно прям пошире прям хорошенько потому что мокрыми руками все равно клей остается прозрачным вот такой фактурный лепесточек приклеиваем приклеиваем пусть будут даже разных оттенков тоже очень хорошо смотрится там вверх только пошли такие шишечки как будто как шишечки а не как листики то есть это листочки которые к черенку имеют отношение а здесь как семечки это основание вот этих наших парашютиков мы не будем но мы не будем все делать несколько точечек вот этих нам нужно будет сделать и я их предлагаю сделать таким образом просто 2-3 бахромушки перекручиваю между собой немножко освобождаю и складываю петелькой складываю петелькой и заклеиваем не все заклеилось не дотянуло вот такая ну тоже наверное остальные последнее сделаю сжигатель убрать подальше от греха раз-два-три 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 штучек пять сделаем можно мне кажется можно даже без горячего здесь попробовать только надо так чуть-чуть чтобы перекрутились петелька петелька может быть может быть даже по две те которые поменьше будут по две бахромушки раз-два-три раз-два-три Потом еще светленькой пастелькой надо будет пройти, чтобы фактурку получше выделить. Вот так, наверное, достаточно будет парочка и парочка. Нет, еще одно. Вот так. Так, стебелечек, да? Я думаю, что из миллиметрового тоже самое можно сделать. Здесь, наверное, такой, чтобы потолще, порельефнее было. Я попробую из двухмиллиметрового. Скрутить. Если из миллиметрового, то, наверное, просто побольше этих полосчиков. Сейчас посмотрим, как тут. Две. Ну да, две, наверное, будет достаточно. Две двухмиллиметровых. Значит, так ориентировочно 4-5 миллиметровых тогда. Перекручиваем. Так. Спасибо. Спасибо. Под листочек. Смотрите, нужно изгибать или нет. Обычно лепестки прямые у одуванчиков. Полет дизайнерской мысли. Так, и теперь по краям нужно насыпать парашютики. Вот здесь как раз чем хорошо, что любой кусочек, как раз обрезки фума, они очень... Еще один листик. Куда-нибудь его засунуть. Очень хорошо пригодятся. Так что никаких отходов не будет. Маленькими треугольничками нарезаю парашютики. Абсолютно неровные. Они какой формы получаются, вот такой треугольничек я и нарезаю. Пахромушечками. Не очень большие, там до сантиметра. 5 миллиметров сантиметр. Ну и нарезать их нужно будет довольно много. Вот даже если не треугольничек, тоже ничего страшного. Такие маленькие веерочки должны получиться. Так что я попробую. Так что так получилось. Да. Вот это было. Так. Так. на самом деле их уже много нарезала ну теперь мне их нужно насыпать по кругу причем в достаточно беспорядочном виде но мне кажется что для объемчика стоит некоторые из них приподнимать вверх чтобы они торчали я сначала думала вообще просто крупинками засыпать тоже совсем будет просто так если у нас еще будет два парашютика которые оторвались и полетели да у них у тех парашютиков как раз будет будут вот такие веерочки раз они оторвались от одуванчика то техника должна быть какая-то них похожая вот так прям на торец приподнимаю единственное их потом еще хотела феном на них подуть сейчас думаю у меня тут фактурка сильно-то сильно не подуешь можно их вот на этом вот на этом этапе попробовать поддуть я хочу просто чтобы они еще раскрыли свои надрезики так не соберу надо какую-нибудь сетку их опускать не получится ну и ладно так 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 вот если фона не будет там мало ли еще куда-то будете клеить да то я рекомендую столько приклеите еще феном по ним пройтись не более тоненькими станут я все думал куда мне еще один лепесточек запихнуть все таки а то сделала жалко же что пропадет красота такая мне очень нравится как они выглядят вот эти изогнутые листики тоже потом еще обязательно использую у меня там дети бесхозные бабушки нет это у меня что-то ссорятся сейчас уже приду мы потом разберемся а на утюг можно до правы на утюг можно бросить ну главное там только не передержать не перестараться детальки маленькие можно на утюг то точно я утюг почти не использую поэтому все время про него забываю у него можно что-нибудь кинуть а потом как раз таки от корявенькие веерочки и приклеить производство безотходное обрезков не будет а я все Так, ну, феном я сейчас в любом случае пройду, потому что нужно паутинки снять, но это другое. Когда так поверхностно дождь феном, это не прогревает. Не прогревает, он не выпрямляет. Вот такой получается одуванчик. Ну и давайте парочку сделаем парашютиков. Я думаю, что тут вполне парашютики можно сделать, как мы сделали листочки. Галина, пишите, гениальная просто. Это точно. Так, значит, смотрите, только здесь наоборот нужно будет. Вот то, что я наклеила, склеила кончик, да, это будет основание парашютика. Тоненькое. А кверху немножко расширяется. Значит, стебелечек утолщается кверху. Так. Так. Сухими руками тронула, и тут клей припечатался. Ну, не страшно, особенно на коричневом. Тут легко подобрать акриловую краску для того, чтобы клей закрасить. Так. Потом вот у нас стебелечек заканчивается, и там остается одна маленькая палочка, на котором крепится верх парашютика. Я все срезаю бахромушки. А один стебелечек оставляю. Только, по-моему, я такой длинноватый парашютик немножко сделала. Вот такой стебелечек. То есть, низ у меня проклеенная трубочка. Кверху расходится. Как у листочка. И в самом верху оставляю только одну прядочку. И теперь, ну сколько здесь, штучек пять таких маленьких веерочков. Хоп-хоп. Как-нибудь тоже в таком немножко беспорядочном варианте, чтобы они тоже сюда выходили чуть-чуть. Я, конечно, не претендую на то, что это будет тот блокнот, который можно будет бросать в сумку, и там ничего не оторвется. То есть, это все-таки что-то из произведения искусства, которое просто так валяться все-таки не должно. Но не вся красота должна быть практичной. Ну или опять же, это же может быть открыточка, картинка. Просто картинка в фоторамке тоже будет очень красиво смотреться. Она такая миленькая, сюжетик очень простой. Та фотография, с которой я ее брала, эта девочка делала на браслете. Браслет такой, да. Там, конечно, все из пластика, там понятно. Все иначе. Вот он. И еще один отрывается. Значит, еще раз вниз. Хорошенько проклеиваем. Да, очень многие вещи, которые потом, когда уже делаешь, опять же, по тем же яйцам, да. И так часто я, частенько говорю о том, что думала очень долго, как, что сделать, как это все реализовать. А когда потом доходит до тебя, ты понимаешь, что это настолько просто, это просто лежало на поверхности, и нет в этом ничего сложного. Это удивительно. Вот пока ломаешь голову, то вот даже со всех сторон зайдешь, начнешь с самых сложных каких-то вариантов, потом они в голове все упрощаются, упрощаются, все прокручивается. Пока дойдет до тебя, такие смешные идеи в голову приходят. Ну, самый приятный путь, тот, который короткий. И абсолютно очевидный. Потом мы иногда списываемся с девочками, кто начинает что-нибудь повторять, и говорит, ну, по-другому же сделать невозможно. Это же, ну, вот единственный вариант. Ну, мне на тот момент тоже кажется, что, ну, наверное, да, наверное, единственный. А потом через какое-то время вдруг, вот опять, как с той же шерсткой произошло, да, с теми же головами. Постепенно, раз, раз, и оказывается, что... Да нет, оказывается, и то, и другое возможно. После того, как мне сказали, что шерсть невозможно приклеивать, кроме того, как вы уже показали, еще нашлось три варианта, как, в принципе, еще можно делать в шерстяных животах. За этого их было только три. Три тоже было. И три еще пришло в голову. Так что... Никогда... Вот я теперь не говорю, что это все это последнее решение. Это вовсе не факт. Так. Ну, и остается сделать только рамку. В принципе, тоже есть разные варианты. Можно просто из глиттерного фома вырезать. Всегда красиво. Мы теперь умеем ажурный узорчик вырезать. Можно сделать ажурную рамочку. Можно сделать рамки с выжигателем. Тоже ажурненькие. Можно сделать имитацию деревянной рамки, как сегодня показывала. Все. Вот, смотрите. Так. И тут самое главное решить, какого цвета сделать рамочку. У меня коричневая или голубая. И я ее сделаю сейчас из 2-х миллиметрового коричневого. Как раз по принципу, как я показывала в самом начале, полностью склеиваю, полностью проклеиваю слои. По 4. По 4 слоя 2-х миллиметрового фома. И это будут мои кирпичики. По 2-3 миллиметра толщиной я их вырезаю. Вернее, отрезаю. Что? Нет, еще не пойдем. Чуть-чуть еще осталось. Да, чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, совсем чуть-чуть. И вот этими кирпичиками я по краю выложу рамочку. Кирпичики это ли деревяшки? Чем там Нюки занимается? Что он там все так дышит? Тайкачку хочет. Играть ему хочется. Сейчас, смотри, видишь, я уже почти доделала картинку. Что это за цветочек? Это за раманска. Это не раманска, это дуванчик. Ну, похож, кстати. Похож, кстати? Да, похож. Похож, кстати. Мам, он похож. Ну, хорошо, спасибо. Очень рада, что похож. Вот. Ты меня просто не узнала. Помнишь, что эти парашютики летают? Угу. Вот. Сейчас, еще чуть-чуть осталось. Идите пока, Стианка, поиграйте. Я хочу. Я уже знаю, что это одуванчик. Угу. И еще можно его забирать домой. Чтобы дома было много одуванчиков. Да. Как у нас. Дома же будет много пуха. Пуха? Ну. Но мы на улице пускаем. Угу. Вот на улице можно. Вот здесь нельзя. Потому что будет вся пыль будет здесь. Да, все в пуху будет. Угу. Скоро лето. Скоро будут одуванчики. Скоро лето? Угу. А завтра куда мы? На море? На в аэропорт. А что это за пузырь там? Где? Вот он. На клею. Вот он мне как-то. Дай мне уже чуть-чуть осталось, Никишка. Пожалуйста. Дай это дело чуть-чуть. Смотрю мне капелька. Ну сейчас. С вами пойдем собираться дальше. Будем раскрывать весь. А я, кстати, не пойду на праздничный ужин. Чуть. Не знаю. Меня обидел. Я назначу не пойду. А вы не будете без меня начинать? Мы не будем. Мы только тебя будем ждать. Мы без тебя не начнем. Если ты не пойдешь на праздничный ужин, ужин не состоится. Ужин не состоится? Не будет меня ждать? Мы будем ждать только тебя. Мы без тебя не будем. А если я вообще приду в твой дом? Что, от нас уйдешь? Неа, я посочил. Мам, я посочил. Ну очень хорошо. А ты думала, что моя района? Ну я чуть не испугалась, да. Ты думаешь, вот сейчас вот всем интересно слушать, как мы с тобой беседуем? Ты иди пока чего-нибудь поделай. Я сейчас приду. Иди папе позвони. Он обещал быть в 8 часов. Спроси его, где он. Он нам очень нервно. Никит, ну иди уже чем-нибудь. Займись, пожалуйста. Все, не отвлекай меня. Брис. Иди. Иди. Никита, правда, ты меня отвлекаешь. Я не могу ни о чем разговаривать. Не видишь, эфир идет. Ты мне мешаешь. Иди. Так, все, доделываю картиночку. Не пойму, чем там собака занимается. Тоже что-то дышит. Все бесхозные. Так, у меня почти хватило моих кирпичиков. Чуть-чуть совсем. Ну, моя рамочка тоже такой, как вариант. Мне кажется, она немножко тяжеловатая. Можно полегче. Правда, сейчас еще можно затонировать ее чуть-чуть. И она слегка полегчает. Голубые здесь, конечно, не очень пишется. И было бы логичнее еще и фон голубым тоже сделать. Ну, я уже какие-то цвета запланировала. И какой блокнотик нашла. Это же так и сделано. Ну, и пастелькой можно пройти. Светло-коричневая. Это у меня пастель сухая. Сухая. Ну, серединка. Мне очень нравится по фактурке проходить какой-нибудь светлой пастелью, чтобы темная оставалась внутри. Там очень хорошо фактуру видно. Ну, вот. Картинка простая. Но зато в ней мы попробовали разные фактурные моменты. Которые теперь можно применять. Вот я не знаю, как будет выглядеть, если чуть-чуть сереньким или коричневым затонировать края. Боюсь грязь навести. Так коричневатым. Сейчас разотру. Попробуем. Можно голубую бабочку добавить. Да, абсолютно правильно ли нам. Если добавить голубую бабочку, как раз можно... Вот у меня даже такой фуфум есть такого цвета. Можно в нее вставить глиттерные элементы. Тогда все свяжется. Вот так чуть-чуть одуванчик по краю. Ну, вот. Блокнотик. А если не блокнотик, то картинка. Кажется, на стене тоже будет очень мило смотреться. И на стене, и как магнитик. Только рамочка у меня сильно напирает на мои парашютики. Надо чуть пониже сделать. Вот. Авероперс затонировать посветлее. Она будет нежнее смотреться. Да, можно еще и белых добавить. Наоборот, сюда пастелек. Чтобы еще высветлилось. Вообще, люблю, когда много разной тонировочки. Беленькая будет с коричневым смешиваться. Хорошо будет смотреться. Вот так. Ну что, главная задача на сегодня выполнена. Мне нужно было показать вам разные варианты фактурки. И я надеюсь, что за сегодня вы такие моменты для себя отметили. Так что сможете потом все это использовать. Так, ну сейчас я переключаю камеру. Так. Все получилось. Так, Ольга, спасибо. Так, есть ли еще какие-нибудь советы? Панно на стену. Очень интересно. Еще подсветку пустить. Ну, подсветка здесь... Подсветка, конечно, всегда хорошо. Ну, наверное, в таком вот такой очень... Ну, не деревенский, но все-таки какой-то пасторальный такой сюжетик. И, наверное, он лучше в таком, в матовом варианте будет лучше смотреться. Я имею в виду, что особо светить его, как-то засвечивать здесь не хочется. Обычно хочется подсветить какие-то, ну, блестяшки. То, что такое ярко должно гореть. Не знаю, хотя можно какой-то сюжет такой придумать, где было бы уместно. Я пытаюсь все повернуть, чтобы сильно не засвечивала камера. Ну, можно и без света абсолютно. И на самом деле, даже если большого формата сделать, а четвертого формата сделать вот такую картинку, ее можно как раз будет и потоньше, фактурки все эти получше, поажурнее сделать. Сюжет очень хороший. И красиво будет смотреться на стене. Так, миленько. Это такой... Ой, очень маленький вариантик. Ну, придумать для чего. Еще нужна такая прям совсем маленькая картинка. Вот у меня, кроме как блокнот, просто как картиночка, открытка на стул и магнитик на холодильник, больше ничего не приходит в голову. Но сюжет был очень красивенький, поэтому хотелось его попробовать сделать. Ну, а дальше мне хотелось бы посмотреть, куда вы примените. В принципе, его же даже можно, ну, я не знаю, на что-нибудь загнуть. Был бы какой-то другой сюжет, я бы сказала, что на бутылку можно, потому что на куске фома, да, он же будет спокойно загибаться. То есть, в принципе, можно какую-нибудь округлую поверхность им оклеить. Ну, на баночку какую-нибудь, если это органайзер, если делать, да, округлую стенку. Можно такими одуванчиками все полностью закрыть и прямо обтянуть баночку вокруг. Ну, может быть, еще какая-то интересная идея, если придет в голову. Вот, ну что же. Светлячок сел на одуванчик и светится. Ну, может быть, если сказочную тему сюда внедрить, то тогда, может быть, и огонечек. Ну, интересно будет, если вы используете свои идеи и со светом, и с большими панно, будет интересно посмотреть, как это вы реализуете. И не забывайте потом обязательно выкладывать свои работы в открытой группе и подписывайте название мастер-класса, чтобы потом, если что, можно было его легко найти. Тем, кто только присоединяется к нашему творчеству, я и сейчас Людмила обратит ваше внимание на баннер по тому предложению, которое я сделала на эту конференцию, чтобы вы смогли приобрести мастер-класс дешевле. И пока конференция идет, это предложение будет действовать. Ну что, на сегодня, я думаю, с вами уже прощусь, потому что завтра улетаю в отпуск, и у меня уже такое чемоданное настроение. встретимся с вами через недельку, но на красоте рукодельной встретимся мы, по-моему, в следующем месяце. Все можно посмотреть на моем расписании. Мой сайт тысячакукол.ру, там есть расписание, и вы посмотрите, где... Ой, все. Все, девочки, я прощаюсь, потому что сейчас в этой каше. Если будут вопросы, обязательно пишите, ну и жду, что у вас получится. Людмила, я вам передаю слово. Спасибо большое, Татьяна. Мы вам желаем хорошего отдыха. Отдыхайте на полную катушку. Отдыхайте. За этот чудесный одуванчик, такой он здоровский получился. А делал ли кто-то вместе с Татьяной, пожалуйста, напишите. И если делали, или будете делать потом, когда посмотрите повтор, выкладывайте фото своих работ, которые вы делали вместе с Татьяной в наш альбом. Ссылочка есть вверху экрана. Называется она «Фото ваших работ по МК». Заходите и в наш альбом, в альбомчик можете добавить свое фото. Будет очень интересно посмотреть, что же у вас получилось. Сейчас я с вами поделюсь своим экранчиком. Покажу подробно предложения от Татьяны и как их можно технически заказать. Сейчас, секундочку, мой экранчик... Ой-ой-ой, сейчас не туда нажала. Вот так. Сейчас мой экранчик с вами поделится. И обратите внимание, прямо под видео у нас есть баннеры предложения. Слева предложение от Татьяны Шмелевой. Нажимайте на него вместе со мной. Жмите. И у нас открывается страничка с предложениями. И первое предложение это видео-мастер-класс ретро-машина. Мне очень понравилась эта картина. Это просто шедевр какой-то, как и все работы Татьяны. Мне просто они очень-очень нравятся. Они... Каждый имеет свою какую-то изюминку. Картина это размером 14 на 2... на 56 сантиметров. Часы диаметром 4,5. Ну, конечно, вы можете немного изменять размеры на свое усмотрение. Оригинальная объемная картина. Интересной вытянутой прямоугольной формы. В этом мастер-классе Татьяна вам покажет, как работать с фактурой, как сделать имитацию объемных домов, камней, как их обтянуть фомом. Вы сможете создать эффект перспективы. Все детали машины выполнены из фома. Татьяна также покажет, как сделать корпус машинки, как обтянуть ее фомом, сделать крылья машины, колеса. И необычным способом сделайте очень реалистичные фары. Все это увидите в этом мастер-классе. Ну и, конечно, еще один замечательный элемент это столб с часами. Часы использованы здесь наручные, как уже сказала Татьяна, и закрепляются они таким образом, что их можно снять и заменить батарейки при необходимости. Эта картина выглядит на стене очень эффектно. Здесь также есть презентация, можете посмотреть видео. И стоимость этого мастер-класса со скидкой для нашей конференции Татьяна делает очень хорошие скидки. Пожалуйста, воспользуйтесь этим предложением. Со скидкой цена мастер-класса составит 1170 рублей. Цена действует три дня. По стечению трех дней цена увеличится и составит 1300 рублей. Заметьте, что цена мастер-класса без скидки почти 2000 рублей. Поэтому это очень хорошее предложение, я считаю. Второе предложение это видео-мастер-класс «Покорми рыбку». Это и копилка, и светильник. Этот мастер-класс поможет вам сделать необычный сюрприз «Копилку-светильник» для рыбаков и для любителей оригинальных копилок. Обычная банка подсвечивается изнутри и возникает ощущение глубины. На дне озера среди водорослей плавают реалистичные рыбки. Чтобы покормить рыбку, нужно взять монетку и положить в рот большой рыбе. И она с удовольствием ее проглотит. Внутренняя часть копилки сделана так, что лампочки внутри с монетками не соприкасаются. Татьяна вам расскажет, как за несколько минут сделать рыбок разного размера, откроет секрет большой рыбы в крышке и покажет, как сделать внутренность копилки и как спрятать батарейки. Ну, еще, конечно, там много-много других секретиков, которые вам расскажет Татьяна, если вы приобретете этот мастер-класс, а стоимость его 990 рублей со скидкой также на 3 дня. Далее цена повысится и составит 1100 рублей. Итак, бежим дальше и смотрим. Следующее предложение это запись закрытого мастер-класса маленькая курочка. Маленькая, но очень реалистичная. Длина курочки 15 сантиметров. У нее есть преимущество. Она делается быстро, перьев нужно мало, а украшает композицию просто необыкновенно. Этот мастер-класс подойдет даже начинающим. Разберете здесь, как сделать каркас курочки, как расположить перышки, как сделать клюв, глазки, гребешок. Гнездо для курочки, кстати, это подставка для кулича, делается тоже из подручных материалов и фома. Салфетка тоже из фома. И потом вы сможете использовать курочку для украшения пасхального стола или сделать свои сувениры-сюрпризы. Длительность этого мастер-класса 3 часа, а стоимость его 450 рублей, также со скидкой. После течения трех дней цена увеличится и составит 500 рублей. А следующее предложение это запись закрытого мастер-класса картина слон ожившие картины. Размер картины данной 30 на 40 сантиметров. Этот мастер-класс научит вас делать фактуру, создавать рельефы и творить сложные объемные вещи. В мастер-классе вы будете делать большую голову слона, разберете все-все нюансы, сделаете различные подробности, которые помогут оживить фигуру. Из картины выходит всего одна нога, но на ней будут и пальцы, и колени, и морщины, которыми покрыта кожа слона обычно. У вас получатся реалистичные глаза, уши и бивни. В видеоподготовке вы увидите, как сделать фон картины с объемными камнями, трещинами, фактурой. Схемы здесь даны на два размера, и в этом мастер-классе вы поработаете с большой картиной, но при желании сможете сделать и маленькую. Продолжительность мастер-класса 8 часов плюс видеоподготовка. За это время вы узнаете все нюансы, все подробности и сможете сделать своими руками вот такую шикарную картину. Цена этого мастер-класса со скидкой 1350 рублей. По стечению трех дней цена поднимется и составит 1500 рублей. Также обратите внимание, что цена мастер-класса без скидки 2100 рублей. Не теряйте момент и заказывайте пока цена со скидкой еще действует. Ну и, конечно, интересное предложение. Это видео-мастер-класс «Гнездо дракона». Это такая оригинальная подставочка, которую вы сможете сделать своими руками за один вечер. В этом мастер-классе Татьяна вам покажет, как создать эффект трещин на яйцах, как сделать драконий глаз с веками, как сделать хвост и самый надежный способ, как сделать четкие рельефные пупырышки на коже дракона. Видите, он как реалистичный, прям смотрит на вас своим глазиком. Каждое яйцо можно сделать отдельным сувениром, но Татьяна решила собрать их в композицию и сделать гору подставку для ручек и для бумаги. Также здесь есть презентация, можете посмотреть. Продолжительность мастер-класса 2,5 часа, стоимость его всего 580 рублей. Далее цена повысится и по течение 3 дней составит 650 рублей. Еще одно интересное предложение это видео мастер-класс «Блестящие яйца». В этом мастер-классе вы увидите еще одну технику создания ажурных яиц из фома. Вы возьмете блестящий глиттерный фом и сделаете различные вариации с переплетением. Очень красиво смотрится с подсветкой, это просто шикарное творение. Изначально размеры яиц могут быть разными, все зависит от того, насколько вы готовы кропотливой мелкой работе или хотите работу попроще. Оба варианта будут выглядеть эффектно. В мастер-классе будет 3 варианта, 2 сетка, а один резной. Резное яйцо не обязательно делать пустым, но сочетание двух оттенков может создать эффект, похожий на резьбу по дереву. Татьяна покажет это на сочетание белого и синего, чтобы рисунок было четко видно, но если вы возьмете желтый, например, и коричневый, желтый и золотой, два одинаковых по цвету слоя или с небольшим оттенком отличающимся, то вы получите разные классные варианты. Кстати, совсем скоро у нас Пасха, поэтому давайте приготовим вот такие интересные яйца с подсветкой. Ажурные, красивые. Цена мастер-класса со скидкой 360 рублей. Это очень доступные, приемлемые цены для вас, для участников конференции. По стечению трех дней цена поднимется и составит 400 рублей. Ну а комплект уроков, если вы покупаете комплектом, это выгоднее, конечно. Видео-мастер-класс «Блестящие яйца», «Гнездо дракона», плюс вы получаете подарок, запись закрытого мастер-класса «Резное яйцо», то цена комплекта со скидкой составит 890 рублей, а по истечению трех дней 990 рублей. Вырезать ажурные узоры можно не только на скорлупе или на дереве, но и, конечно, как вы уже убедились, на фоамиране. Татьяна покажет вам, как сделать из фома прочное яйцо любого размера и разные варианты их применения. Вы сделаете два яйца в совершенно разных стилях, каждый из них интересен по-своему и очень прост в исполнении. Продолжительность мастер-класса 2,5 часа. Еще интересное предложение для вас от Татьяны это при покупке любых мастер-классов от 1500 рублей вы получаете бесплатный вход в закрытую группу Татьяны, где находится более 45 мини-мастер-классов животные. Мастер-классов очень много. Список представлен ниже и примеры фоторабот вы тоже посмотреть можете вот по этой ссылочке. А при покупке любых мастер-классов от 3000 рублей, то есть, например, если вы купили два каких-то мастер-класса, например, вот эти часики и светильник, то вы получите бесплатный вход в закрытую группу, в которой находятся более 100 мастер-классов по игрушкам в технике фом-арт. Участники этой группы покупают мастер-классы с большой скидкой, участвуют в различных акциях и накапливают дополнительную личную скидку. Примеры работы также можете посмотреть вот по этой ссылочке, посмотрите, пройдите по ней, полюбуйтесь, вдохновитесь и приобретайте. Это при покупке любых мастер-классов от 3000 рублей. Ну и сегодняшнее выступление также можно приобрести в записи за 250 рублей и оформление блокнота дуванчик будет у вас, в вашей коллекции навсегда. Можете пересматривать его в любое удобное для вас время, нажав вот эту кнопочку «Заказать». Все записи выступлений нашей текущей конференции можно за 1250 рублей. Туда будут входить все мастер-классы, все онлайн мастер-классы, которые будут проходить у нас на нашей конференции «Чудо своими руками». Цена действует на время конференции, далее, когда конференция закончится, она составит уже 1490 рублей. Ну, давайте я покажу вам сейчас, как технически можно сделать заказ. Я, конечно, буду заказывать ретро-машинку. Вы находите тот мастер-класс, который вам понравился, который вам по душе, и под предложением с ценой находим кнопочку «Заказать». Нажимаем на нее, и перед нами открывается табличка оформления заказа. Далее ничего сложного нет. Вы пишете свое имя, адрес электронной почты и контактный номер телефона. Написали, проверили правильность заполнения, и нажимаем кнопочку «Заказать». Немного ждем, нам выставляется номер счета. Ну вот, номер счета нам выставлен, вы видите его в верхней строчке. Если вы дошли до этого этапа, то вы зафиксировали за собой стоимость стоимость мастер-класса со скидкой. Вот, видите, 1170 рублей. Счет вам выставлен, он придет к вам на электронную почту, и вы сможете оплатить его либо сейчас, либо позже, когда получите письмо на электронную почту. если вы готовы оплатить прямо сейчас, то вы можете выбрать любой удобный способ для вас, например, Сбербанк или Яндекс.Деньги, нажмите на него обязательно, чтобы он выделился зелененькой рамочкой, и далее кнопочку «Оплатить». Дальше совершается оплату. Если не готовы оплатить сейчас, вы ждете письмо, подтверждение, которое придет к вам на электронную почту, там также будет ссылочка, по которой можно будет пройти и совершить оплату. Самое главное в течение трех дней вам нужно зайти на предложение от Татьяны и зафиксировать, создать счет, зафиксировать сумму со скидкой. Оплатить сможете уже до конца конференции. Если что-то осталось непонятное по заказам и по оплате, пожалуйста, пишите организаторам внизу под предложениями есть контакты, есть электронная почта, можете написать на эту электронку свой вопрос, и вам придет обязательно подробный ответ. Я к вам возвращаюсь. Ага, ну вот, я вам все-все рассказала, все мастер-классы показала, все предложения от Татьяны. Надеюсь, вам очень понравился сегодняшний мастер-класс. Ждем ваших фото, фото ваших работ, которые вы творите вместе с нашими мастерами. И мы вас ждем завтра на не менее интересный мастер-класс в 19 часов по Москве. Готовьте материалы и приходите. Мы вас ждем. Пока-пока. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А. Редактор субтитров А.